ФСБ убедило главу ЦБ РФ Эльвиру Набиулину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника. Всем привет, меня зовут Алина, и сейчас я расскажу тебе о самых обсуждаемых новостях из мира криптовалют. Итак, по данным СМИ, с помощью запрета криптовалют в России, власти намерены лишить оппозицию и СМИ инагентов доступа к финансированию. Bloomberg предполагает, что запрет может повлиять на 92 миллиарда долларов цифровых активов, хранящихся в России. При этом, по подсчетам источников, финансирование оппозиции и средств массовой информации составляет незначительную долю из этой суммы. Ожидается, что создание нормативно-правовой базы для крипторынка станет приоритетом весенней сессии Госдумы. Форклок направил запросы Банку России и ФСБ, и в ближайших выпусках я обязательно буду подробнее рассказывать новости по этой теме. Ну а пока ищите обновления в нашем телеграм-канале. Параллельно с новостью о запрете криптовалюты появилась информация о том, что некоторые российские банки приступили к тестированию операций с цифровым рублем или активно готовятся к его началу. Пилотные платежи уже проводят промсвязь Банк. Тиньков Банк собирается запустить тестирование активов в ближайшее время, а ВТБ сообщил о готовности инфраструктуры для пилота. Пилотирование включает в себя интеграцию с платформой цифрового рубля и внедрение услуг, таких как открытие кошелька физлица через мобильное приложение и переводы цифрового рубля между физлицами, отметили в ВТБ. Напомню, в первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 12 банков. А еще в декабре в СБРФ заявили, что прототип платформы для нового актива готов, и цифровой рубль как третью форму денег планируют запустить до 2030 года. Тем временем Центральный Банк России все больше и больше интересуется работой криптообменников. В конце 2021 года регулятор впервые разослал российским банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками. Речь идет о P2P-платежах, в том числе на карты подставных лиц. И вот теперь планируется детально изучить вопрос взаимодействия банков с сервисами обмена криптовалюты. А сотрудничество, надо сказать, довольно масштабное. Сейчас россиянам доступны услуги около 450 российских и зарубежных криптообменников. В месяц через них проходит около 1 миллиарда 300 миллионов долларов в криптовалюте. Это и в России, и в странах ближнего зарубежья. Но на Российскую Федерацию приходится около половины этого объема. Так вот, в ЦБ подчеркнули, что криптовалютные обменники не регистрируют свою деятельность и, соответственно, не несут финансовых обязательств перед физическими лицами. При этом сделки заключаются анонимно. Обменники принимают платежи не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки. И зачастую оформленные на подставных физических лиц. А еще не изучаются цели совершения операций и источники денежных средств. А значит, нельзя оценить риски отмывания и финансирования терроризма. Вот названия криптобирж, которые указали на своих сайтах, что их партнерами якобы являются такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Вестер Юнион, Вебмани и Золотая Корона. Кстати, представители Золотой Короны заявили, что их внутренние правила запрещают торговлю криптовалютами. Они сослались на то, что мошеннические сайты могут намеренно использовать товарные знаки платежной системы для ввода пользователей в заблуждение. Но следуя этой логике, не исключено, что и сотрудничество с известными банками у этих криптообменников тоже вымышленное. Но замечу, сейчас до юра по закону криптообменники пока еще могут работать. Вот, правда, такое пристальное внимание со стороны ЦБ даже без каких-либо официальных запретов может отбить желание банков работать с криптобизнесом. Ну а вот лично вы, как будете выводить свои профиты, если криптообменники запретят? И на вас это как-то отразится? Напишите в комментариях. То ли дело покупать криптовалюту за фиат в криптобанкоматах. Даже никакие обменники не нужны, как это делают в Сингапуре. Точнее, делали раньше. Сейчас криптоматы там просто отключили. После рекомендации денежно-кредитного управления города. Все дело в нежелательной рекламе услуг в сфере цифровых активов. По мнению ЦБ Сингапура, криптокомпаниям не следует продвигать свои сервисы для широкой публики и рекламировать их в общественных местах. Уж больно высок соблазн импульсивной покупки у неразбирающегося в крипте населения. Ну да, я вот прям вижу, как пошли люди к одному автомату за снэками, а пришли к другому за биткоинами. А дальше все как в тумане. В результате все пять криптоматов, которые располагались в основном в торговых центрах, а это, кстати, просто рай для импульсивных покупок, отключены провайдерами. Ограничить жителей от рекламы цифровых активов решили и в Великобритании. Управление по финансовому надзору страны опубликовало проект правил рекламы определенных криптоактивов. Документ предполагает запрет рекламных компаний без оценки финансовых знаний и опыта пользователей. Потребители должны иметь доступ к цифровым активам только сознательно и после того, как они подтвердили наличие достаточных знаний и опыта. Мы предлагаем применять к ним те же правила рекламы, что и к другим инвестициям с высоким риском, которые классифицируются как ограниченные инвестиции для широких масс. Говорится в документе. А еще раньше новые требования, связанные с рекламой криптовалют, опубликовала Национальная комиссия по фондовому рынку Испании. Ведомство обязало включить в объявление дисклеймер о нерегулируемом статусе активов и риске потери средств. Так, то есть, получается, новый инвестор решил залететь на всю котлету, потом увидел дисклеймер и резко одумался. Такая логика получается. Но, как известно, если услуга действительно качественная, в рекламе она не нуждается. И сарафанное радио сделает свою работу. Вполне возможно, это произойдет и с новым предложением финтех-стартапа Майла, который запускает крипто-ипотеку под залог биткоина для покупки недвижимости в США. Цифровой банк базируется в Майами. Услуга же доступна как жителям США, так и других стран. Вместо продажи криптовалюты для оплаты первоначального взноса по ипотеке в Фиате продукт позволяет использовать биткоин для инвестирования в недвижимость. Наша стратегия соответствует вашей. Продолжать ходлить. Говорится на сайте компании. Процентная ставка не уточняется. Известно, что первоначальный взнос не требуется. Кредит выдается сроком на 30 лет. Предполагается отсутствие налоговых обязательств. Ну, я прям вижу, как криптоскептики сейчас, наверное, фейспалмят. Ведь если биткоин через 30 лет обесценится, как считают некоторые из них, это что ж получается, недвижимость окажется под залогом фантиков? Но, видимо, в банке Майла уверена, что цифровое золото с годами будет только дорожать. И варианта, что пузырь лопнет, там не допускают. И, кстати, американский банк не первый, кто запустил криптоипотеку. В декабре прошлого года кредитование под залог биткоина анонсировала канадская криптолендинговая платформа Ledon. А вот один из крупнейших ипотечных кредиторов США, United Wholesale Mortgage, также начал принимать платежи в криптовалюте, а вот через полгода прикрыл эту пилотную программу. Так сказать, до лучших времен, а точнее, до понятных процессов регулирования. Ну а сейчас самое время заглянуть в твиттер и посмотреть, что пишут о криптовалюте. В этом твите генеральный директор сети американских кинотеатров AMC, Адам Аарон, с гордостью сообщает о раздаче акционерам компаний эксклюзивных NFT. Акционеры — это имеется в виду все те, кто успел зарегистрироваться через портал компании до 31 декабря прошлого года. А таких оказалось более чем 580 тысяч человек. Теперь эти держатели NFT получат скидки и другие льготы в кинотеатрах сети. Ну и, конечно же, смогут их продать. А учитывая, как активно компания развивается в цифровом пространстве, взаимодействует с криптоиндустрией и вообще уверенно держится на хайпе, думаю, что у ходлеров NFT от AMC будет возможность продать их по хорошей цене. А это твиттер чемпиона UFC Франсиса Нгану. Он заявил, что получит половину гонорара за следующий бой в биткоине. Бой состоится уже 23 января. Также в промо-ролике спортсмен говорит, что хочет сделать биткоин более доступным для фанатов и раздаст среди них 300 тысяч долларов в криптовалюте. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на аккаунт CashApp в твиттер. Это приложение компании Блок Джека Дорсио, через которое, собственно, будет произведена выплата. И опубликовать хэштег PaidInBitcoin. Ну, приятно, что Нгану, прежде чем вписываться во всю эту криптодвижуху, сначала внимательно все изучил, как он сам заявляет. А из этого твита мы узнаем, что компания Microsoft объявила о покупке разработчика и издателя видеоигр Activision Blizzard. Приобретение обошлось в 68,7 миллиарда долларов. Компании продолжат работать независимо друг от друга. Однако, Activision Blizzard будет подчиняться Филу Спенсеру, как главе Microsoft Gaming. В открытом письме сотрудникам глава Activision Blizzard Бобби Котик отметил, что сообща двум компаниям будет легче конкурировать с другими участниками рынка за лидерство по мере развития метавселенной. Котик подтвердил, что остается главой компании. Этот пост он занимает с 91-го года. Евросоюз против алгоритма Proof of Work. Виной всему те объемы зеленой электроэнергии, которая направляется на добычу цифровых активов вместо того, чтобы идти на замещение углеродных источников энергии. Об этом заявил вице-председатель Европейского управления по ценным бумагам и рынкам Эрик Теден. Он отметил, что в его родной Швеции майнинг биткоина уже стал национальной проблемой. Решение состоит в том, чтобы запретить Proof of Work. «Алгоритм Proof of Stake имеет значительно более низкий энергетический профиль», — сказал Теден. В чем отличие Proof of Work от Proof of Stake? Читай об этом в нашей статье. Ссылку оставлю в описании. Опера продолжает вовсю готовиться к интернету нового поколения. Компания представила бета-версию браузера со встроенными функциями Web 3.0 для устройств на Windows, Mac OS и Android. Криптобраузер — это не просто просмотр традиционных сайтов с помощью универсального решения. Он специально разработан для взаимодействия с различными децентрализованными приложениями, а также обеспечивает более глубокую функциональность, чем традиционный браузер с базовым решением веб-кошелька, — говорится в заявлении компании. Браузер включил в себя новый некостадиальный кошелек, который позволит получать доступ к криптовалюте или входить в депс без установки каких-либо расширений. Разработчики также обеспечили безопасный буфер обмена, который гарантирует, что никакие приложения не изменят блокчейн-адрес или другие конфиденциальные данные. Новый браузер имеет тематическую страницу CryptoCorner, содержащую последние новости криптоиндустрии, курсы активов, образовательный контент, календарь событий, включая предстоящие аирдропы, и другую важную отраслевую информацию. В боковую панель CryptoBowser интегрирован Twitter, Telegram и WhatsApp. Обычно здесь я рассказываю о токенах, показавших стремительный рост цены, но сегодня хочу рассказать о новой NFT-коллекции, которая всего за одну ночь показала настоящий результат. Речь об одной из самых популярных блокчейн-игр Splinterlands и комплекте карт к ней Chaos Legion. Вы только представьте, меньше чем за сутки пользователи приобрели более 6 миллионов паков, а это свыше 40% общего предложения в 15 миллионов. Splinterlands в восторге от прогресса игры. Всего за одну ночь мы получили больше дохода, чем за 2018, 2019 и 2020 годы вместе взятые. Рост просто сумасшедший. У нас появляются новые игроки и новые деньги, что позволяет расширить штат креативщиков и разработчиков. Заявил в соучредителе генеральный директор Splinterlands Джесси Пауэлл. Ну и напоследок, биткоин-биржа Bybit объявила о запуске P2P-платформы для обмена криптовалют на фиат. Среди прочих валют для обмена доступны российский рубль и украинская гривна. Всего же пользователям доступна покупка и продажа USDT против 9 фиатных валют. CEO Bybit Бен Джоу сообщил, что в ближайшем будущем список пополнится новыми фиатными парами и опция также появится в мобильном приложении биржи. Ну и на этом у меня все новости, а сейчас важная информация. Друзья, YouTube почему-то не всегда присылает уведомления о новых выходах нашего видео, так что, пожалуйста, убедитесь, что вы не только подписаны на наш канал, но также нажали колокольчик. А еще я призываю навести здесь немного движухи. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, делитесь видео со своими друзьями. Давайте мы поднимем активность на нашем канале. Я же с вами прощаюсь до понедельника. И, кстати, в понедельник в 19.00 не пропустите прямой эфир на нашем канале. В гостях у Макса Битта будут Владимир Смеркис, директор Binance в России, Кирилл Хомяков, генеральный менеджер в Украине и Глеб Костарев, директор Binance в Восточной Европе. В прямом эфире гости обсудят перспективы и планы развития компании. Как вы видите, мы стараемся делать для вас качественный контент, чтобы мир блокчейна и криптовалют стал еще ближе для каждого из нас. Всем хорошей пятницы, классных выходных и 50% к портфелю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok